Ричард Дженни Ричард Дженни Ричард Дженни Ричард Дженни вверх и низ противоположные силы вселенной типа как ситуация сегодня вечером этот зал настолько хорош что если шоу будет хреновым не некого винить сделать этот зал счастливым вторая самая легкая работа которую можно заполучить самое же легкое это посадить майкла джексона на место свидетеля и создать обоснованное мнение насколько сложно это может быть у меня даже нет юридического образования я думаю что я мог бы справиться с майклом джексоном понимаете я бы просто сказал дамы и господа присяжные вот он это все что я хотел сказать вы все хорошо посмотрели на моего парня посмотрите способен ли он на что-то необычное вот он да уж но майкла джексона сложно привлечь к суду потому что каждый имеет право на жюри и себе подобных вот он вы можете ездить пылесосом по кинофонду 24 часа в сутки 7 дней в неделю и не соберете даже вот столько из того что стало вот этим ему нет подобных он бесподобен так почему же я придираюсь к бедному маленькому майклу потому что майкл джексон это предостерегающая история для всех нас народ майкл джексон это то что случается когда ты чинишь что-то пока не сломается вот что ты получаешь и мы все уже к нему привыкли но если ты никогда не видел майкла джексона в жизни а он например выскочит на тебя это будет немного шокирующе но вот предположим ты играешь в гольф ты отправил мяч в лес немного стремаешься ты понимаешь что находишься в лесу и тут внезапно что-то что вот так вот выглядит появляется и качается на дереве голым чтобы вы сделали я бы бил его колюшкой пока он не перестал бы шевелиться если бы я такой шел где черт подери мой мячик мужики вы гляньте только на это она только что появилась из тех деревьев матерь божья я думал у меня будет инфаркт что это полумужчина полуженщина и цветом получерное полубелое она ходила назад и вперед одновременно давайте валить отсюда ах ты уебок вот так вот всегда хорошо начать шоу с шуток про майкла джексона знаете почему потому что хорошо когда есть три или четыре минуты шоу которые никто на меня не злится майкл джексон единственная вещь в америке над которой можно смеяться и не злить кого-то не будет несогласных с этим материалом никто не встанет из аудитории и скажет ну-ка погоди черт подери прикрой свой грязный рот о поп короле человек не виноват это ребенка растлителя полиция признала виноватым и любой кто говорит иначе будет иметь дело со мной я отец мёрфи из бостонской епархии и на этом заканчивается часть шоу которая никого не злит это проблема производства комедии знаете ли у всех людей есть свое мнение и маленькие группы они все злятся и раньше было что люди злятся на то что ты говоришь в комедии или просто пишут тебе письмо теперь у меня есть свой веб-сайт с электронной почтой они могут угрожать моей жизни сотнями и они присылают тебе письма с ужасными именами типа лохопедик не лох или педик одним словом лохопедик просто потому что я появился в шоу это все что я сделал я был на шоу и они говорят ричард вы комедиант каково для вас летать повсюду ну я ответил мне больше не нравится летать потому что я не люблю терпеть две вещи это позорная практика расового профилирования и ребята одевающие тюрбаны на мой рейс вот эти две вещи и вот в этот же момент тюрбаны американцы пошли к своим компьютерам слать мне угрозы письмецо за письмецом дорогой мой маленький лохопедик тебе лучше спать с одним открытым глазом потому что с этого момента ты труп роста потому что ты надеваешь тюрбан нет не знать что ты террорист я знаю что это не делать а террористом все что говорю это не могли бы вы надевать его три часа которые мы заперты в самолете неужели это так сложно мы вообще следите за новостями вы всех нервируете когда вы выйдете из самолета тянитесь за отсутствие тюрбана идите в магазин и купите себе тюрбан настолько высокий что вы не могли бы ходить по улице и и не щелкать аллаха по мошонке но три ебучих часа три часа вы знаете ответ на это народ ты жалкий педик этот тюрбан часть моих религиозных убеждений ну ладно мы должны уважать людей сильными религиозными убеждениями правильно потому что если не будем они убьют нас зачем нужно демонстрировать свои религиозные убеждения каждую секунду несмотря на то что это раздражает вы знаете я христианин и я не пропихиваюсь в самолет приколоченный к большому деревянному кресту я полагаю что у меня есть право это делать но это большой крест для такого узкого пространства идти вот так и бить людей по головам извините простите извините извиняюсь простите сэр вам придется это сдать херня дорогуша это моя религия и я собираюсь раздражать всех на этом самолете но он не войдет по высоте конечно войдет это крест мертв и он складывается я все время с ним путешествую это не честно ты маленький лохопедик ты ведь даже не практикующий христианин а ну тут он меня поймал я настолько же католик насколько корова мы чаще из дерева птица я не скажу что ты фанатик ты жалкий педик угрозы за комедийное выступление вы можете себе представить немного шокирует знаете нельзя быть ответственным за весь этот страх что приходит в голову за пару секунд эта часть мозга примитивная и политически некорректная пугается сколько людей несмотря на то что они взрослые боятся спать свесив ногу с кровати потому что под кроватью сидит неведомая фигня которая схватит тебя в этом есть какой-то здравый смысл кто-нибудь знает кого-то на кого напала эта фигня вы ничего не можете поделать вы знаете что она там и у него зубы в пять рядов как лезвия которые перекусят твои кости как прутик но по никому неизвестной причине она не может прокусить простыни это его останавливает но как только ты начинаешь говорить о политике все хотят подключиться к разговору точно все приходят в ярость потому что многие люди бросаются в крайности люди очень убеждены в то во что верят они либо далеко справа либо далеко слева в политике если вы далеко справа или далеко слева знаете что вы сделали вы зашли слишком далеко потому что именно там вы найдете психов экстремистов потому что после 11 сентября я был взбешен я сказал себе хватит теперь я буду заядлым прожженым правосторонним республиканским уёбком так что ты подбегаешь далеко направо и вот они вот твоя правосторонняя команда кучка бабло рубящих тюлени забивающих парникова газовых нефти добывающих религиозных фанатиков ракетостреляющих все нахер убивающих смертельно-инъекционных лицемеров вот они вот твоя команда вот они люди у которых идея хорошего времяпрепровождения это привязать дохлую панду спереди линкольн навигатор и переехать всех на гей параде для меня это уж слишком да ну вас всех нафиг я пойду сюда на левую сторону к этим чокнутым левым либеральным людям и вот она команда вот команда кучка бонгок курящих америка обсирающих флага сжигающих йога позирующих блага воняющих дельфина спасающих лососе жующих лицемеров вот они вот команда это чувственные либералы которые постоянно кричат о свободе речи и самовыражение пока ты не скажешь что то что их разозлит тогда они просто не могут дождаться чтобы привязать твою жопу к заднему бамперу тойота гибрид и притащить тебя к кампусу беркли и бросить твой труп перед зданием имени фиделя кастры для продолжения исследования почему америка отстой психи единственное место которое имеет здравый смысл для меня я думаю немного более умеренное вот здесь так центристы середина как я да куча переменчивых уклончивых полу готовых полу не готовых полу жопых неголосующих так что они могут ныть не важно кто выиграет вот они ваши ребята но одни раздражают меня немного больше чем все остальные из нас это чуткие триллионеры либералы люди которые собираются изменить мир даже если им придется потратить каждый твой бакс на это либералы в лимузинах люди живущие в поместье в котором 20 пустущих комнат но они кондиционируются у них бассейн в который никто не ходит но он подогревается летают по стране в двадцатиместном самолете все по одному потому что не хотят опоздать на речь о сбережении энергии идите вы нахуй отвали пидорас я думаю из всех людей немного больше меня раздражают именно богатые либералы на лимузинах потому что они мне напоминают мудака как там его меня и вас давайте посмотрим правде в глаза мы все немного лицемеры мы все можем помочь другим больше чем делаем все мы можем даже если вы не богаты вы сидите дома на диване и в час ночи слышите за 9 долларов в неделю вы можете помочь этому гладающему ребенку у каждого есть 9 баксов как не дать их ему вам нужно как-то это рационализировать и вы говорите а по мне этот пацан не выглядит таким уж голодным черт да у него пузо больше чем у меня как можно кормить ребенка за 9 долларов в неделю это же невозможно черт не жирный низкоуглеводный латте стоит четыре с половиной бакса что этот пацан собирается делать с двумя большими чашками кофе да я делаю одолжение что не даю ему денег потому что нет ничего хуже чем быть на бодряке и голодать пожалуйста габупу мы все немного внутри с говном но вы понимаете не многие из нас вы поняли знаете каковы люди в среднем обычные в основном понимаете когда люди ходят вокруг воображают себя героями это начинает переводить внимание с нескольких людей которые действительно герои настоящие живые герои человек паук киваркян о киваркян наш человек киваркян это доктор который помогает умереть людям которые были так больны что просто хотели уйти и в этом я не могу сказать что обвиняю их ну вы поняли я надеюсь что никогда не попаду в такую ситуацию однажды у меня был понос и я уже писал предсмертные записки люди смотрят на такого парня как кирвакян но вы понимаете он выглядит странным вы должны понимать что это немного странновато специализация доктора на убийстве я не знаю я не врач если ты не врач вся профессия немного хлюпающая отвратительная для меня немного странно когда доктор специализируется в проктологии в таком случае я уверен у него есть причины но как кто-то принимает такое решение я в медицинской школе вот человеческое тело и чем же я хочу заниматься дай-ка подумать окей нет ноги спереди ничего что у тебя там сзади есть нет затылок нет эый вот теперь мы к чему то пришли посмотрите ка оно открывается жопа в кризисе кри-жопа да вы спятили если бы это была моя работа у меня бы не У меня бы была маска принимающего. Перчатки для духовки и резиновый палец на конечник у копья. Время твоего обследования, Том. Ложись туда. Окей, будет совсем немного пощипывать. Чёрт подери, мне бы хотелось убить этого парня. Вот херня. Мне нравятся такие парни, как Кирокян. Вы можете быть с ним не согласны, но у него есть характер, он лидер. Он мужик, и я сделаю что угодно для такого, как он. Кроме как быть его соседом по комнате, это было бы напряжно. Он такой входит, речь, ты спишь. Нет, ни в коем случае, Жек. Я очень бодр и буду таким всю ночь. Никогда не чувствовал себя таким здоровым, как сейчас. Просто закрой там дверь, Жек. Может выпустить этого парня из тюрьмы. Но как только ты доходишь до политики, нет возможности кого-нибудь отговорить от неё, понимаете? И ты ничего не можешь поделать с этим. Потому что люди во что бы то ни верили, понимаете? Вы в основном можете обосновать это. Во что бы ни верили, вы всегда можете обосновать это. Начинается война, понимаете? У меня есть друзья, друзья и либералы, и они говорят. Чувак, насилие никогда ничему не решало. Решила Вторую мировую. Я не говорю, что это лучшее решение, но это всё же решение. Насилие никогда ничего не решило. И ты так думаешь, насилие это единственная вещь, которая разрулит любую хуйню. Как по-вашему можно ужиться со странами на другой стороне света с различными культурами и традициями? Вы когда-нибудь были на отдыхе с шестью друзьями, пытаясь решить, где вы будете ужинать и наблюдая, как начинается война? Я не переношу лактозу. Почему ты должен выбирать? Сейчас шесть часов, я хочу пойти в восемь, я хочу пойти в семь. Эта херня может вечно продолжаться. Но если бы у одного из вас был пистолет... Это бы быстро кончилось. Мы, блять, идём в Макдональдс! Это не лучшее решение. Но это решение. Но нет возможности уйти от этого. Люди за войну, против войны люди говорят... Чувак, это всё конспирация, террор — это просто слово. Нельзя воевать со словом. Если война со словом, как ты можешь знать, где враг? Есть подсказки. Например, предположим, тут убили кучу американцев. Ты включаешь телевизор, а там люди танцуют и поют. Вот они. Люди скачут вверх и вниз. Люди поют. Ля-ля-ля, убей их, всех убей, всех сейчас же убей. Ля-ля-ля, разбей их. А ты сидишь и говоришь, бог ты мой, ах вы французские пидорасы, свалите с моего телека. Что вы там делаете? Я понимаю, это немного подло придираться к французам, в то время как много других стран ненавидят американцев. Германия. Когда немцы узнали, что американцы плохо обращаются с людьми в тюрьме, ух! Они были вот настолько близки, чтобы попадать в суд за нарушение авторских прав. Они были почти готовы. Вот настолько близки. Придумайте свою идею, сказали немцы. Эй, это они сказали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, убейте американцев, разъебите их сегодня. Разве вас это немного не злит, когда победите этих людей? Мне не нужны люди из других стран, которые ненавидят меня за херню, которую я не делал, которая произошла давно. Знаете почему? Я белый мужчина, мне этого достаточно прямо здесь и прямо в этой стране. Да, 200 лет. Самое веселое, что было в Америке, это белый парень с несколькими баксами в банке. Появляюсь я, нахуй вас, вечеринка окончена. Мои собственные друзья, белые. Чувак, чего ты ожидаешь? Вы убили всех индейцев. Я? Я даже не знаю ни одного индейца. Единственный индейец, которого я встретил, так меня напоил, что я делил королей за столом в Блэк Джеке. Ты убил всех индейцев. Чего? Чего-то я не припоминаю, чтобы делал это. Я думаю, я бы вспомнил, если бы занимался чем-то подобным. Неважно, насколько ты был пьян, ты просто просыпаешься на следующий день и замечаешь, что предыдущей ночью случилось что-то ужасное. Ты лежишь в кровати и говоришь, боже, уф, чёрт, ну и ночка. Что вся эта бирюзовая бижутерия делает у меня в квартире? Блин, не помню. Перо в моей жопе. Ну это... О, нет. Только не говорите мне, что я опять убивал этих индейцев. Не знаю, я просто хотел бы, чтобы люди не соглашались с другими странами, которые тут кричат повсюду. Ой, наверное, они правы, они не такие, как мы, да ладно. Знаете, я был во Франции, там иначе, каждая страна хороша разными вещами. Не забудьте, что французы изобрели слоистый и маслянистый круассан. Кто-то должен делать эту херню, типа как изобрести слоистый круассан. Это будет не Америка, это не наша специальность. Никто здесь не сидит такой, какое правильное количество дрожжей, чтобы получилось потоньше. Нахуй мы заняты. Мы не изобретаем слоёные круассаны. Мы можем изобрести самонаводящиеся лазероуправляемые летающие расхерачивай бункер круассан. Но только, но только не масляный круассан. Французам понадобилось изобрести круассан. Американцам понадобилось набить его хреновой ветчиной и дерьмовым блестящим сыром. И делать миллиарды долларов в неделю, швыряя его в окно твоей машины. Вот он твой круассэндвич, ты жирный кусок дерьма. Сдохни кусок дерьма. Убирайся отсюда. Да. Возможно и не мы придумали идею первыми, но мы придумали способ расхуярить и продать его побольше. Кроме того, не то чтобы американцы никогда не думали о собственной еде, будь гурт своей страной. Эта страна изобрела фруктовые рулеты. Да, чёрт возьми. Подавитесь, лягушатники. А у меня суфле в духовке. Да? А у меня десерт, который можно после дракола запихнуть в скорошиватель. Что ты думаешь об этом? Называется фруктовый рулет, лягушатник. Звучит неплохо. Я бы хотел попробовать один. У тебя есть факс? Я тебе прямо сейчас один пришлю. Может быть, они просто другие. И это замечательная вещь в Соединённых Штатах Америки. У нас лучшая блестящая херня. Мошенники и впариватели везде. Можете говорить что угодно, но у этой страны офигительная военщина и отличные продавцы херни. Если бы эта страна была человеком, это был бы продавец поддержанных машин с огнемётом. И это удивительно. В Соединённых Штатах мы можем продать что угодно. Но мы не можем продать остальному миру идею о том, что это лучшее место. Настало время выпустить продавцов и рекламщиков за ворота. Пусть несколько рекламщиков сделают для Соединённых Штатов рекламу, и, может быть, люди начнут нас любить. Если мы можем продать крем для ляшек, мы можем продать и Соединённые Штаты. Крем для ляшек. У нас есть люди, которые убеждают вас, что если вы нанесёте крем на свои огромные, жирные, трясущиеся, громыхающиеся ляшки, каким-то образом они станут меньше. Каким раком нельзя нанести крем на часть тела и изменить размер? Поверьте мне, это невозможно. Продаем крем для ляшек, и мы не можем продать страну. Знаете, кто может продать Соединённые Штаты? Все эти люди, что продают нам плохую еду. Один из трёх американцев весят, как двое остальных. Как люди стали настолько тучными? У меня есть один друг, 170 сантиметров 200 килограмм. Он то, что доктора называют патологическим ожирением. Насколько это плохо, когда слово «ожирение» не совсем охватывает то, что вы есть? У него патологический жир. И если он сядет на диету и будет заниматься спортом, только тогда он станет жирным. Да что же происходит? Как такое случилось? Всё начинается с рекламы еды, которая даже не еда. Вы когда-нибудь видели рекламу сосисок Деннис? Нет ничего ущербнее в жизни, чем сосиска Деннис. В рекламе они самые роскошные, сексуальные, сальные сучки. Они, бля, олд-чувак, загар и всё такое в замедленном движении в эту тарелку, как модели, которые ходят по подиуму. Для обычного человека всё нормально, но для парня с ожирением на диване это всё равно что-то как включить порно перед ним. Он перед телевизором потирает живот. О, да. Горячие маленькие сучки. О, вы хотите, чтобы вас брызгали горячим сиропом, не так ли? Брызгайте, брызгайте. Рост 170 сантиметров, вес 200 килограмм, группа крови мороженая пломбир. Если остальное обломается, вы знаете, где вы можете взять рекламу для этой страны? Сигаретчики. Старые добрые мировые чемпионы по наёбке, когда-либо ходившие по земле. Это сигаретные компании. Они говорят, смотри, за 7 баксов в день в течение 30 лет мы поможем тебе убить себя. И у них так хорошо получается подписывать людей в эту программу, что теперь у них есть смелость делать рекламу, которая говорит нам не покупать то, что они продают. Если это не порождает самоуверенность, то что же это? Они вызывают вас курить их товар. Они такие в телевизоре. Мы продаём эти сигареты. Но на вашем месте мы бы их не покупали. Нет, нет, нет. Они могут вызывать преждевременные роды, были вы беременны или нет. Если вы хотите быть здоровым, вам лучше пойти в туалет на международном автобусном вокзале и полизать там ручку двери. Так что я говорю, если мы можем продать плохую еду, бесполезный крем для ляжек и смертельные сигареты, мы бы могли продать и Соединённые Штаты, если бы у нас был правильный слоган. Вот слоган для нашей страны. Америка. 20 миллионов незаконных эмигрантов не могут ошибаться. Вот он. Люди рискуют жизнями в океане, чтобы попасть в другую страну. Они, должно быть, надеются на лучшее. Они не фанаты лодочного спорта. И каждый раз, когда кто-то рискует своей жизнью в океане, чтобы поменять страну, и ни разу никто не уезжает отсюда. Представьте семью из Коннектику, да спускающую лодку в Антарктику. Никогда папаша с трубкой и в свитере для гольфа не скажет, «Мёрфи, Кондорос, меня довольны». Котовок с дорогими вещами снова опоздал. Мы сваливаем отсюда к вечеру. Забери мою ракетку для сквоша и привяжи туалетную дверь к моей заднице. Всё, что я говорю. Мне нравятся люди отовсюду. Я путешествую, я езжу, я был на Карибах, Ямайке, Мексике. Люди замечательные, пляжи прекрасные. И взгляните правде в глаза. Вы не можете заработать такую диарею здесь дома. Просто не можете. У вас не получится. Это не обычная диарея. Это микроб, который катается в твоей жопе с омбреро и с парой револьверов. Микроб такой. Все на выход! Бегом, пошли! Все вон, на выход! Понимаете, у вас когда-нибудь была такая диарея, когда вы не могли сами в это поверить? Вы сидите на унитазе с выражением лица, будто вы смотрите акробатов в долбаном цирке. Да ладно! Это невозможно! Человеческое тело не способно на это. Боже мой, я живой? Я еще жив? Ты маленький, жалкий педик. Что ты пытаешься доказать? Просто потому, что какое-то место не настолько плохо, как другое, не означает, что оно хорошее. Точно! Это все, что я говорю. Что Соединенные Штаты многим меньше нелепы, чем множество других мест. Я знаю, есть неправильные вещи. В смысле, это комедийное шоу, но я не хочу нагонять депрессию, но... Прямо здесь, в Соединенных Штатах, в прошлом году было 1 миллион угонов, 90 тысяч изнасилований и 18 тысяч убийств. Прямо здесь, в США. И правительство сказало довольно, начертило линию на песке и прибило жопу Марты Стюарт к ебаной стене. Прямо к стене! Съебаной Марты Стюарт! Ни на минуту не опоздали! Как же мы должны спать по ночам? Зная, что эта больная сучка бегает по соседству. Каждую ночь я буду у окна спальни. Иди в кровать, Ричард! Не могу, там она! Кто? Марта Стюарт! Она, возможно, заряжает свою салатницу прямо сейчас. Да что с тобой не так? Тихо! Слышал это? Это сверчок! Это таймер для яиц! Она очень близко. Если ты так волнуешься, почему сам не схватишь её? Ты рехнулась? Я пошлю туда собаку. Вот она и иди сюда! Что за фигня? Что случилось, мальчик? Она связала ему свитер и ботиночки! Ну всё, больная ты сука! Прекрати, какого чёрта ты делаешь? Я знала, что ты идёшь, когда я вышла за тебя. Иди сюда, мальчик. Будем ждать всю ночь, если придётся. Пить домашний лимонад? Моя жена не делает лимонад. О боже мой, она в доме, бежим! Марта! Игла для вязания! Да! Засуньте эту суку в тюрьму! Засуньте её туда, где ей место, на верхние нары! И парень, отсиживающий 10 лет за марихуану на нижних! И пусть оба смотрят, как О'Джей Симпсон играет в гольф по чёрно-белому телевизору! Правосудие! Трава нелегальна, потому что Конгресс не сделает её легальной. Да, но трава единственное, что заставляет смотреть Конгресс по телеку, не переключая каналы. Любой нормальный человек, увидев Конгресс по телевизору, говорит... А, этих идиотов мы уже видели. Только два обдолбанных идиота, прибитых к дивану, думают, что это херня уморительная. Сидят там с Бонгом и такие... Обожаю это шоу, чувак! Я тоже, чувак, эти ребята охуенно смешные! Ты только глянь на этого парня, да он тупица! Почему ты так думаешь? Смотри, это написано внизу экрана. Ты такой тупень, чувак. Это означает Дерьмократ, Массачусетс. В любом случае, нахуй, чувак! Хорошо, начинается... начинается голосование. 52 против, 48 за. Гони деньги, еблан! Я тебе, бля, говорил, что Деловер не получит эти вода-очистные сооружения, чувак. Кто Кинг-Конгресс? Уй, ёбок! Что здесь происходит? Кто-то говорит об этих важных проблемах. Нет. О чём они говорят? Геи собираются жениться. Да пофигу. Давайте, геи, сделайте это. Делайте, что хотите. Будьте геями, которыми вы были рождены. Он был рождён геем. В смысле, не в ту же минуту он был геем. Это слишком экстремально. Он не вышел из утрубы в стиле Бродвей. Ну, понимаете, это не было типа «Дышите, миссис Джонсон, 3, 4, 5...» И тут он вышел. 6, 7, 8. Привет всем. Рад с вами познакомиться. Меня зовут Бэйби. А тебя как звать? Я только что вылез из киски и никогда туда не вернусь. Это не... Этого не было. Неужели есть кто-то ещё, кого бы ты хотел вывести из себя? Если ты комедиант, ты типа должен высмеивать любой брак, гейский или ещё какой. Но я не вижу ничего хорошего, чтобы быть неженатым. Это типа «Женатый, неженатый, женатый, неженатый». Знаете, к чему всё ведётся? Хочешь ли ты быть одиноким или раздражённым? Это два твоих главных выбора. Это два твоих главных выбора. Вверх и низ. Шар и ньянь. Потому что ты можешь быть холостяком определённое время, а потом начинает надоедать, понимаете? Потому что порно — это как любой другой наркотик. Спустя время у тебя вырабатывается к нему толерантность. Не работает уже так хорошо, как когда-то. И ты не можешь поверить, насколько далеко ты зашёл, потому что ты начал. И у тебя был маленький дерьмовый ноутбук, понимаешь? Это всё, что у тебя было. И у него было медленное модемное соединение. Женщина не появлялась на экране разом. Она как бы прорисовывалась. И ты сидел как идиот. «Давай, ты уже появилась, давай!» Руки внизу. «Давай, давай, ты уже появилась!» «Хорошее лицо, неплохо!» «Хорошие груди, мы на правильном пути!» «Хороший член!» «Что я наделал?» «Господи, откуда ты в интернете?» «Но ты продолжил работать над этим, не так ли?» «Ты продолжил тренировки и стал разбираться лучше в интернете». И шесть месяцев спустя ты уже не можешь никого пустить домой. Потому что это уже не твой дом. Окна зашторены, газеты на подъезде. Это уже далеко не твой дом. Это замок доктора Дроченштейна. Теперь у тебя нет ноутбука. Теперь ты в середине комнаты с голой жопой на вращающемся стуле капитана Кирка. Восемь плоских мониторов, прибитых к стене. Твой кот шкерится в углу с маской для сварки. У тебя есть пес по кличке Спок, но это не было его первоначальной кличкой. Вот когда ты понимаешь, что зашел слишком далеко. Когда тебя поражает мысль «да выбираться отсюда!» Еще надо принять душ. И открыть эти занавески. Надо присоединиться к настоящему миру. Это смешно. Я буду влюблен в настоящую женщину, это будет прекрасно. И будем ехать в хороший солнечный день. И она будет сидеть там, я буду вести, и она будет со мной. Она просто будет меня так чудесно и прекрасно напрягать. Что спустя некоторое время ты сможешь чувствовать, как твоя прямая кишка выпрыгивает из жопы. Заползает на спину и начинает закручивать себя в петлю вокруг твоей шеи. Потому что с чего бы тебе захотелось ехать одному, как дрочащему неудачнику? Когда с тобой может быть женщина, показывающая об окно на херню, в которую, как она думает, ты собираешься врезаться. И увеличивающая вероятность того, что ты врежешься в эту ебаную машину. Потому что она продолжает пугать. Просто внезапно, из ниоткуда, делай этот звук. Что? Что? Что там? Грузовик! Ты почти врезался в грузовик! Я видел грузовик не делать, как ты меня до усрачки пугаешь. Вот чего ты хочешь. Ты не хочешь быть один, как дрочащий неудачник. Когда рядом с тобой в машине может быть женщина, зудящая без остановки, в прямом эфире обновляющая дорожную информацию. Это будто слушать новую радиостанцию. Вы слушаете радио, все жалобы о вождении. Держим вас за яйца с выезда до шоссе. Вы прослушаете все лучшие хиты. Твой съезд приближается. Твой съезд приближается. Твой съезд приближается. Спустя время ты просто не выдерживаешь и говоришь, «Ну да, как и твой». Что ты сказал? Ничего, мой маленький сахарный второй пилот. И вот в чем большая, злая, кривая и нечестная часть. Она водит, будто она Тед Кеннеди, и виноводочный закрывается через пять минут. И это вас злит, не так ли, ребята? Конечно! Серьезно вас злит, да? Да еще как! Почему это вас настолько злит? Я тоже не знаю. Это одна из тех вещей, которая тебя настолько злит, что ты начинаешь думать, «Хм, а почему я так зол?» Потому что ты знаешь, что такое быть влюбленным. Всегда происходят два спора в одно время. Спор, который происходит вот тут наверху в реальной жизни и намного ниже, который доводит просто до бешенства. Ты злишься не потому, что она говорит тебе, «Твой съезд приближается», а ты злишься потому, что она не доверяет тебе быть мужчиной. Мужественный мужчина, ведущий мужественную машину, как может мужчина. Мужчиной, который может убрать руки с руля и нажать на клаксон. Я все еще веду. Вот такой мужчина. Мужественная езда на мужественной машине с мужественным капотом. Мужественность! И вот кто на самом деле ведет машину, дамы и господа, мужественность! Так что, дамы, помните, когда вы говорите с мужественностью, следите за тоном, потому что если она оскорблена, она не может набухать. Нет! Если она не чувствует себя сильной, не чувствует себя прочной, она сдуется, обидится и никогда не появится. Поэтому, если вы хотите, чтобы эта любовь цвела, дамы, сядьте, заткнитесь, и дайте вести члену. Вот! Вот оно! Мужественность! Вот кто ведет машину! Боже, благослови женщин! Я люблю женщин, я думаю, они лучше из всего, так? Конечно же! Потому что им в голову приходят мысли, которые ты как парень забросил и не способен о них думать. Приходят мысли. Они приходят и говорят, я нашла спектакль в нашем районе, Ричард, я хочу сходить посмотреть его, это рядом. Оно называется «Монологи вагины». Ричард, не хотел бы ты сходить со мной посмотреть монологи вагины? Апсо, нахуй лютно! Это обещающее название для спектакля! Подай мое пальто и вызови нам такси! Обожаю чревовещания! Давай сюда шоу! Потому что я предполагал... Я думал, что шоу будет выглядеть так. Привет, я Шерон Стоун, а я овечья ляшка! Но нет, 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 нет. Вы только представьте мое разочарование, когда выяснилось, что это злая вагина. Вагина с агендой. Знаете, что это было за шоу, одним словом? Правильно, вагенда. Неплохим было это шоу монологи вагины. Вам всем стоит посмотреть. Я думаю, оно было действительно хорошим. Хорошая пища для размышлений. Вот одно из размышлений. Почему нет шоу монологи пениса на Бродвее? Правильно, дамы, потому что никто не будет смотреть шоу, которое закончится через пять минут, и придется ждать целый час для повтора. Счастливы? Вот. Вот вам. Главная шутка от пениса на радость дам. Ну да, у пениса может быть шоу, как у вагины. У пениса ведь нет проблем. Так ведь, дамы? Нет проблем. Ему достаточно свободно болтаться, как положено пенису. О чем он вообще может говорить? Какой политической проблеме он может привлечь внимание общественности? Вот одна. Обрезание. Тихий убийца. Как много парней, у которых хорошая часть пениса оттяпанной, сидят прямо в этом зале? Посмотрите на стыд, они даже не отвечают. Каждый год запуганных младенцев привязывают, отрезают краи их маленького пениса. Есть ли какая-то почтовая марка, благотворительная распродажа, телеконференция, в конце концов? Есть ли какое-то осмысленное объяснение? Знаете, говоришь со своей матерью и спрашиваешь, «Почему я когда был маленький, вы меня привязали и отрезали мой край хуя?» Ну, мы хотели, чтобы ты был похож на своего отца. Похож на моего... Чего? Я был ребенком, лысым, толстощеким, лежал и ничего не делал. Я уже был похож на папу. Да, это довольно смешной материал, не так ли, дамы? Уродование пениса. Вот уж смешна эта тема-то, а? Вот причина, почему пенис доставляет столько неприятностей, когда взрослеет. Потому что его обижали, когда он был маленьким. Да. С ним плохо обращались, когда он был маленьким. Вот таким он был, маленьким невинной сосиской в тесте. Посмотрите на него. Прямо как Бог сотворил его. Посмотрите на этого малыша. У него не было мыслей о сексе. Жил своей жизнью маленького пениса. И потом... Хрёсь! Половина башки срезана. На оставшуюся жизнь, изовеченный урод. Половины лица нет. Заточен в грязном месте и заняться нечем, кроме как замышлять месть, заслучившаяся с ним. Теперь он пенис оперы. Бегающий взад-вперед в твоей кровати. Я сочтусь с ними за то, что они со мной сделали. Я выжду и совершу отомщение в Лас-Вегасе. Вот где вы будете квиты, так? В стриптиз-клубе заставят тебя потратить все деньги. Потому что дамы всегда спрашивают, почему мужчины ходят туда. Но мозг их не хочет. Мозг говорит в стриптиз-клубе. Это нелепость. Нет денег, не перепихнуться, устал перед работой. Не могу себе позволить это сделать. Но он в стрип-клубе главнее. Отставить! Ты не можешь себе позволить не сделать этого. Женщины скользят по длинному, гладкому, блестящему шесту. Это гениально. Я годами не видел таких животиков. Музыка такая громкая, что невозможно говорить. Этим женщинам нужно, чтобы люди подумали обо всем. Гениально. Покупаю. И другая причина, почему мужчинам нравятся стрип-клубы, дамы. Мужчин эмоционально очень удовлетворяет общение со стриптизершами. Потому что стриптизерши заставляют мужчину чувствовать себя интеллигентным. Да, потому что когда ты идешь в стрип-клуб, тебе не нужно переживать о том, что им нужно. Тебе не нужно думать о том, чего они хотят. Они не хотят знать, когда ты придешь домой. Они не хотят знать, почему ты ушел. Они не хотят знать, куда идут отношения. Они хотят только одну вещь, которая есть у каждого ебаного зачехлого идиота. Неудачника. Они хотят доллар. Не было бы ни одного разговора в мире, если бы это было все, что вам нужно, женщины. Ни единого разговора в мире. Ты говоришь, дорогая, почему ты платишь? Она отвечает, потому что я толстая и старая, я не движу свою глупую жизнь. И ты говоришь, ну, похоже, кому-то нужен... Доллар. Вот тебе, дорогой, доллар. Сходи в магазин все по 99 центов и оставь себе сдачу. О, какая жизнь была бы. Шагать по дому с мешком волшебных баксов. Решать каждую проблему. Ты мне ни с чем никогда не помогал. Спасибо. Когда приедут мои родители... Спасибо. Я хочу завести еще ребенка. Спасибо, я удовлетворена, доллармен. Так что нет ничего такого в походах в стрип-клуб, правда? Ты можешь рассказать об этом для начала, будто это когда-то случалось. Правильно. Случалось когда-нибудь, дамы? Парень сидит на первом свидании, смотрит на вас через стол и говорит, «Слушай, я тебе сразу скажу, на первом свидании, чтобы ты знала». Неважно, насколько я тебя люблю, если ты свяжешься с парнем, как я, когда бы ты не отвернулась, я втихую буду сваливать в каждый скользкий стрип-клуб в мире, продувать кучу денег, которые мог бы потратить на нас. И я хочу, чтобы ты знала заранее, потому что я такой. Я так делаю. Я по уши в этой херне, дорогуша. Вот какой я. Я для себя. Вот такой вот я. Так не случится, не так ли? С другой стороны, женщина никогда не говорит на первом свидании, что после красного вина и немного ПМС. То, что она способна на преступление против человечества. Ну да. Это ж никогда не всплывает, ведь так? Теперь я знаю. Я не знал изначально, но теперь я знаю, понимаете? Она выбивает немного красного вина и у нее ПМС. И мы согласны только в одном. Мы оба хотели бы, чтобы я сдох. Я не очень-то виню женщин за плохое настроение в плохом состоянии, не очень-то хорошее время, не так ли? Будто раз в месяц тело женщины превращается в злого ростовщика. Будто раз в месяц тело говорит, «Эй, дорогуша, можно тебя на минутку? Подойди-ка сюда». У тебя будет ребенок в этом месяце, или как? У тебя снова нет ребенка, да? Ну, ты занята, да? Что можно поделать? Сколько раз мне, бля, нужно говорить о той же хуйне, а? Да что за хуйня с тобой? Поумнее и заведи ребенка. Я вернусь в следующем месяце. Нельзя. О, спасибо. Нельзя действительно винить женщину. Так что вы понимаете, нельзя винить женщину за плохое настроение. Понимаете, когда у нее месячные, химикаты движутся дальше. Иногда эти химикаты смешиваются с химикатами из вина. И это как ведьмино зелье. Немного менструации и бутылка Каберне. Теперь ты будешь неправ, неважно, что ты скажешь. Мы пошли в ресторан на ее день рождения. Мы хорошо проводили время. Она пила красное вино, и у нее был ПМС, так что я был полностью на чеку. Я знаю, что сторона зревает. Не знаю, откуда, не знаю, как. Знаю, будет длинный, плохой, но не знаю, как начнется. И действительно, эта официантка идет к нашему столу с огромными прыгающими официантскими сиськами, доказывая в очереду раз, что сиськи, как полиция, они всегда появляются, когда ты их не хочешь. Если ты их ищешь, никаких шансов, когда ты их не хочешь. Вот тогда твой мозг посылает экстремальное сообщение глазам, типа, «Внимание, глаза, это мозг, тревога, тревога, тревога». «У нас две гигантские дойки приближаются с юга». «Не наводитесь!» «Повторяю, не наводитесь!» «Она пьет красное вино, у нее ПМС, у нас готовность номер три». «Я повторяю, два прыгающих буфера приближаются!» «Размер груди — 3,9». «Размер чашечек, Дэвид, 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 не наводитесь на эти сиськи!» «Но уже слишком поздно, потому что твои глаза отвечают так!» «Э, да, вы прерывайтесь немного, мозг!» «Похожий парадоик приближается с юга!» «Мы повернем налево, чтобы можно было получше разглядеть эту ситуацию!» «Так что я подозреваю!» «Я пялился на них!» «И не спрашивайте меня, как женщины замечают эту херню, потому что это было действительно неуловимо!» «Это было одно из «Здравствуйте, официантка! Как дела? Можно мне колу? Спасибо!» «А через стол вот такой пейзаж!» «Тебе что, нравятся формы этой официантки? Ты что, думаешь, она привлекательна?» «Потому что, если это так, может быть, тебе лучше быть с ней вместо меня!» «Тебе нравятся сиськи и официантки, не так ли?» «И тогда идите домой!» «Это момент, когда ты слышишь тревогу в конце каждого фильма научной фантастики, который ты видел, когда планета взрывается!» «Три минуты до полного уничтожения!» «Есть 20 миллионов вероятных ответов на вопрос, нравится ли тебе сиськи и официантки!» «Но все они неправильны!» «Ты сидишь такой, йо-йо, сиськи, нравится ли мне?» «Нет!» «Почему тебе нужно врать каждую секунду своей жизни?» «У меня было бы больше уважения к тебе, если бы ты вел себя как мужчина хоть когда-то!» «Внимание всем постам, это мозг! Не ведите себя как мужчина! Повторяю, не ведите себя как мужчина!» «Я это уже видел! Вы попадете в засаду!» «Господи Иисусе, съебывайтесь оттуда сейчас же!» «Да, но уже слишком поздно! Слишком поздно!» «Потому что кто-то...» «Потому что кто-то у тебя в голове скажет... «Будь мужиком! Сделай, как она говорит!» «А это кто, черт подери? Это яйца! Конец связи!» «И это момент, когда ты все портишь, когда ты говоришь...» «Хорошо, хочешь правду, дорогая? Наклонись к столу! Не хочу никого расстраивать!» «Ты хочешь правду? Тебе не стоит пить, когда у тебя месячные, потому что что-то происходит у тебя в мозгу!» «Что-то порождает в тебе желание начать тупую ссору, когда мы должны хорошо проводить время!» «И если ты хочешь всю правду, ты не можешь злиться на меня из-за того, что это официантки большие сиськи, потому что это не моя вина!» «Я их не заказывал! Они пришли с едой!» «Да! Их доставили с едой!» «Начинается финальный отчет уничтожения! Полное уничтожение через десять! Девять! Восемь!» «Это яйца! Она взорвется! Мы отступаем!» «Шары отступают! Отправляем все умоляющие поздравления!» «Погоди, погоди, дорогая! Я не знаю, что произошло! Я немного...» «Я, бля, срочно! Я не прав! Потому что ты знаешь! Потому что я всегда не прав!» «Потому что я дерьмо! Вот что я такое! Я дерьмо! Я хуже дерьма!» «Если бы это был ошметок дерьма в куске другого дерьма, самый худший кусок этого ошметка лучше меня в сравнении с тобой!» «Прости меня!» «Отчет уничтожения временно приостановлен!» «История, которую вы увидели, основана на реальных событиях!» «Это грустная ее часть!» «Вы были удивительно прекрасной аудиторией сегодня!» «И перед тем, как мы разойдемся, мне придется сказать вам, что комедия действительно трудная работа, потому что когда ты говоришь на публике, всегда есть угроза снаружи, что кто-то тебя послушает!» «Так что не забывайте, мои мнения, как и мнения любого другого, они все самоисследовательские, большие, дымящиеся кучи меня!» «Просто поскоблите любое мнение, и под ним вы найдете человека, пытающегося оправдать свое существование!» «И это не означает, что вы плохой человек, это просто означает, что вы человек!» «Потому что оправдание себя помогает вам оценить себя, а это ведет к сохранению себя, а самосохранение — это первичный инстинкт любого человека!» «Именно так говорит эволюция!» «Точно?» «Ты жалкий педик!» «Не все люди верят в эволюцию, к твоему сведению!» «Мой бог Вишну!» «И я, чтобы ты затыкался нахуй иногда!» «Он прав!» «У него снова есть точка зрения, не все верят в эволюцию, и американцы очень религиозны, знаете ли!» «80% американцев верят, что ангелы окружают нас все время!» «И кто сказал, что они неправы, понимаете?» «Это бы объяснило хихиканье в комнате, когда я дрочу со включенным светом!» «С вами такое случилось?» «Они такие...» «Эй!» «Ну что?» «Но когда ты получишь возможность говорить с людьми вот так, на телевидении, ты думаешь, что я знаю наверняка, что они просто мнение!» «И я думаю, вот оно, все, с чем я сталкиваюсь в жизни!» «Как этот шар!» «Он как бы вверх и низ!» «Это инь и янь!» «Понимаете?» «Это жизнь!» «Начинаешь маленьким ребенком в утробе!» «И это хорошо!» «Хорошо!» «Понимаете?» «Ты там внутри, а вокруг тебя обо всем позаботились!» «Тебя никто не посылает, не крадет твой пин-код!» «И все приходит по бесплатному кабелю!» «Да!» «Но потом начинается жизнь, и это немного вот так!» «Тебя подвешивают вверх ногами, как ты родился, шлепают по жопе, снимают отпечатки пальцев, и на вершине праздника обрезают тебя!» «Всего пять минут на земле, и ты уже избит, записан и порезан! Это не честно!» «Нет!» «И каждые несколько лет повторные болезненные обрезания жизни!» «Первое, что ты узнаешь, нет рождественского кролика!» «Чик!» «Нет Санта-Клауса!» «Чик!» «Ты не станешь актером!» «Чик!» «Ты не станешь рок-звездой!» «Чик!» «Тебе придется устроиться на работу, которую ты даже не планировал!» «Чик!» «Чик!» «Ты оказываешься один в отеле, придумывая шутки для алкашей, и получая имейлы, в которых тебя называют лохопедиком!» «Но много из этого весело, много из этого доставляет немало веселья!» «Спасибо вам большое!» «Озвучено творческим объединением друзей!» «Голос за кадром Айдиму!» «Перевод подготовил диджей Глум при участии Клипдат!» «Хочешь больше стендапа в озвучке?» «Тогда вступай в группу ВКонтакте!» «Ссылку найдете под видео, либо в раздаче на Рутрекере!» «Ну, неважно, вроде бы...» «Да, все, вот теперь пока!» «Да, кто много наболтал!» «Бел returns назад!» «Бел 盆 «Да, Ce